Всем привет! Сегодня понедельник, и я думала, что я сегодня только после 10.11 буду доделывать задания по логике, но оказывается, один из наших преподавателей, а именно по предмету музейной педагогики, скинул нам домашку на почту, от которой мне даже не пришло никакое уведомление. Никто это не скинул в беседу, и скинули это только сейчас, а педагогик, соответственно, это уже завтра. Нам нужно, короче, прочитать главу в учебнике с 8 по 22 страницу, и, как я поняла, найти теоретические аспекты, придумать примеры из музеев, там, в таком-то музее это было так реализовано, а я вот там была, или это можно найти в гугле, потому что в музее я была последний раз, фиг его знает когда. Доброе утро. Я бы, конечно, ещё должна расчесаться, но она, вы думаете, что я должна быть бодрая и весела? Вчера же было 4 парок первой, сегодня же тоже 4 парок первой, и, о боже, завтра что? 4 парок первой. Домашку я делала ночью опять вчера, и, как бы, я больше не могу, я устала, всё, 14 сентября, закрывайте лавку, мне надоело. Я каждый день встаю и думаю, а зачем я учусь на это? И вы спросите, что за хрень? Потому что стать влоги всегда должны быть суперпродуктивными, интересными, здесь люди ловят вайп учёбы. Знаете, в леснику вайп учёбы нет, кроме того, что я устала. И очень часто у меня горит жопа с того, как начинают романтизировать вечное бодание, отсутствие сна, и, типа, ты такой, весь знание получаешь. Я хочу посмотреть на того человека, у которого хватит запала, донести это, о-о-о, романтизируем стадии, до четвёртого курса, и прожить с ним четвёртый курс. Потому что я адски устала, я адски хочу спать. Сегодня такая неделя, когда мы мучаемся. И три дня из пяти. Вторник, среда, четверг. Каждый день по четыре пары. Сегодня второй день — это среда. А я ещё вчера, после второй пары, устала так, как будто я отпахала всю пятидневную неделю по четыре пары. Не знаю, возможно, я всё ещё не могу влиться, но я устала. Я очень хочу спать. И на улице очень холодно. Возможно, вы сразу можете отписываться, потому что, мне кажется, сейчас, особенно сегодня с утра, я самый наущий блогер. В общем, очень холодно на улице. Прям максимально холодно. Закрыто окно дома. Я вижу, как там дует ветер. Я не хочу туда выходить, потому что у меня до сих пор руки ледяные. В общем, я решила даже заварить себе чай, который обычно, как бы, никогда не заваривал. И вот, традиции неизменно. Йогурт, потому что чё-то складывать, поесть, мне адскилим себе даже сейчас. И в универ тоже, потому что в универ можно взять куриш, но там рёбрышки, ой, рёбрышки, крылышки. И мне придётся есть их руками. В универе потом эти мать руки. В общем, схожу в магаз, просто на большой перемене, куплю булку. Я положила с собой три конфеты и банан. Я очень бы хотел свяжить на них. Я уже дома решила вам рассказать, что сегодня было на парах. Но на самом деле особо ничего ультраинтересного не было. Первыми парами, двумя, у нас была музейная педагогика. На первом мы послушали лекцию. Лекцию, конечно же, что правильный, никто не пишет. Потому что зачем, если нам её скинут в Teams, ничего нового со слайда мы особо-то, кроме того, что переписать, нам дополнительной инфы какой-то не говорят. То есть что в презе, что сам препод говорит. То есть можно даже не смотреть на презентацию. После этого у нас была финансовая грамотность. На ней мы посмотрели небольшие видеофрагменты, потому что наши преподавательницы очень часто подготавливают для нас различные видеофрагменты. И показывают то, как в различных фильмах обыгрывается сценическое, так скажем, мастерство у учителя. Как учителя себя подают, что они делают. Мы находим либо какие-то ошибки, либо то, что нам понравилось, какие-то методики. И просто как такой небольшой пример, потому что нам скоро на практику. Как-то уже я надеюсь, что я не завалю. И в принципе потом, за 7 минут, мы должны были накидать вам урока по теме, по той информации, которую нам уже прислала сама наша преподавательница в Teams. И на самом деле это очень сложно, когда за 7 минут надо придумать интерактив. И то, как разрежь детей. И, короче, никто ничего не успел. Заставили бедную Дашу, потому что она по списку попалась. И она как бы справилась, ей поставили плюсик. И, в принципе, ничего больше. И у нас еще была одна пара методики преподавания общественного знания. И на ней как раз я выступала с девочками с нашим фрагментом урока. Он у нас был 21 минуту. Нужно 20, но из них 3 минуты преподша просто решила поболтать. С учетом того, что было засечено время. Поэтому нам как бы за это ничего не смесли. Мы получили 20 баллов. Мы молодцы. Мы ушли и нас отпустили на 20 минут пораньше. Вот такой вот сегодня был интереснейший, очень запоминательный и очень важный, интересный день, про который рассказала за 2 минуты. В принципе, все. Сейчас нужно сдать домашку. Но это не особо домашка, потому что по факту мы делали это на паре. Но наша преподавательница попросила это сдать. Teams в виде приложения у меня не грустится, поэтому мне приходится сдавать вот так. Можно, кстати, переименовать? Нет, нельзя переименовать, но ладно. Все, прекрасная анимация готова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...